В Хаскеле, как и в математике, функции обычно именованы. Когда нам нужно вызвать какую-нибудь функцию, мы обращаемся к ней по имени. Однако есть и альтернативный подход, который называется анонимные функции. Мы уже сталкивались с функциями, которые можно назвать анонимными. Скажем, сечение оператора возведения в степень, оператор возведения в степень, частично примененный к двойке, задает нам функцию, которая возводит что-то в квадрат. С одной стороны, это выражение языка. С другой стороны, это некоторая функция. Есть ли универсальный подход, который позволит нам любое выражение превратить в функцию? Оказывается, есть. Давайте рассмотрим пример. Наберем следующее выражение. 2 умножить на Х плюс 7. Это выражение содержит неизвестную переменную Х, поэтому оно не может использоваться как замкнутое выражение. Если мы просто спросим про значение этого выражения, мы получим сообщение об ошибке, что переменная Х нам неизвестна. Если мы хотим задать функцию, которая вычисляет выражение 2Х плюс 7 по переданному Х, мы обычно поступаем следующим образом. Мы даем имя этой функции, дальше пишем, что Х является параметром этой функции, ну и дальше мы пишем выражение, которое мы записали. 2 умножить на Х плюс 7. Теперь это полноценная функция, и мы можем использовать ее, передавая туда какой-нибудь аргумент. Однако существует альтернативный подход. Мы можем связать переменную Х не с помощью объявления именованной функции, а с помощью так называемого лямбда выражения. Мы берем выражение 2Х плюс 7. Дальше говорим следующее. Пишем обратную косую черту, которая читается как лямбда. Дальше пишем имя связываемой переменной. Дальше ставим стрелочку. Это не функциональная стрелочка, а стрелочка в органе термов. Вот такое вот выражение представляет собой функцию, которая ведет себя в точности так же, как наша функция f от х, только она не имеет имени. Она никак не называется, предыдущая функция называлась f, но ведет она себя ровно так же. Мы можем это выражение взять и применить, например, к значению 10, и мы получим то же самое значение 27. Это анонимная функция или лямбда функция. Мы можем определить функцию f с помощью этого самого лямбда выражения. То есть мы можем написать let f и связать ее с лямбда выражением. Это будет функция, ну давайте обзовем ее f', это будет функция f', которая ведет себя точно так же, как f. Они неотличимы, это фактически определение одной и той же функции. f' от 10 тоже будет давать нам значение 27. Что делать, если у нас имеется функция двух аргументов? Поступать мы будем так же, как в этом случае. Давайте, например, рассмотрим функцию, которая вычисляет длину вектора. Функция, вычисляющая длину вектора, имеет, ну пускай вектор у нас на плоскости, и у конца этого вектора координаты x и y. Тогда мы должны извлечь квадратный корень из суммы координат x квадрат плюс y квадрат. Ну вот такая функция определена, поскольку у горшца мы ее определяем, нужно ключевое слово let. Вот перед нами функция lenvec, которая вычисляет длину вектора. Однако, если мы сравним предыдущую функцию f и f' мы увидим, что определение функции f содержало здесь параметр x, а определение функции f' как бы перетащило этот параметр в правую часть, превратившись в лямбда. Давайте сделаем то же самое с функцией lenvec. Давайте мы переопределим ее следующим образом. Уберем последний параметр из этой функции, перетащим его в правую часть и напишем лямбда y. Это тоже законное определение функции lenvec, она будет вычислять длину вектора. Однако мы сказали, что это функция двух переменных. Окей, давайте перетащим еще x в правую часть. Опять пишем лямбда, лямбда x, стрелочка, лямбда y. Это та же самая функция. Ну, например, длина вектора с координатами 3, 4. Давайте вызовем этот вектор, чтобы проверить, что все работает. Сюда мы можем передать аргументы 3, 4. И получить, соответственно, 5. Существует синтаксический сахар упрощения записи функцию lenvec мы могли бы переопределить и следующим образом. Когда функция двух аргументов, нам не нужно писать 2 лямбды и 2 стрелочки. Следующее определение дает то же самое. Мы пишем значок лямбду, дальше перечисляем все переменные, которые в правой части у нас будут, которые мы хотим связать в правой части. И дальше после стрелочки идет, собственно, тело функции. Это совершенно эквивалентное определение. Давайте опять вызовем lenvec переопределенный здесь. Он тоже дает значение 5. Где же применяются анонимные функции? Они очень часто используются, когда мы пишем, точнее говоря, когда мы используем функции высших порядков. Функцию высших порядков мы должны в качестве одного из аргументов, функционального аргумента, передать некоторую функцию. Если у нас есть подходящая именованная функция, мы можем это легко сделать, поставив туда именно эту функцию. Однако иногда такой функции у нас нет, но ее легко построить, собрав ее из некоторых небольших кусочков. Мы можем, конечно, ее поименовать и реализовать в предложении where, но это не самый лучший способ, гораздо удобнее и лаконичнее определить эту функцию напрямую локально в виде лямбды. Давайте перейдем к следующему примеру. Представим, что мы работаем с объектом, который зовется пара пар. Вот перед нами объект такой природы. Это пара элементов, каждый из элементов, который в свою очередь представляет собой пару. И первый элемент — это число. Ну, можем еще одну пару пар построить, например, вот такую вот. Мы будем потом использовать в примерах эту пару пар. Ну, давайте так, 5, 6. Вот у нас есть две пары пар, и нам хочется написать функцию, которая будет суммировать первые элементы, первых элементов этих пар. Таким образом, нам нужно обратиться к... Имея объект типа пар и пар, нужно обратиться к первому элементу. Нам хочется суммировать эти элементы. Ну, первый вопрос — как нам осуществить доступ к этому первому элементу? Очевидно, нам нужно для того, чтобы получить из пары первую пару, применить функцию fst, а затем еще раз применить функцию fst. Таким образом, конструкция, которая вернет нам первый элемент от первого элемента, может быть записана таким образом. fst от fst от p1. Ну, можно было поставить скобки вместо знака доллар. Ну, вот действительно такая конструкция у нас возвращает первый элемент нашей пары. Теперь мы можем с помощью этой конструкции написать интересующую нас функцию. Поскольку мы хотим работать с функциями высших порядков, то мы будем использовать оператор on. Мы хотим складывать элементы, поэтому в левую часть левым оператором оператору on служит плюс. Что касается правого оператора, это тот обработчик, который должен передаваться соответствующему элементу, то это как раз некоторая вспомогательная функция, которую мы обозвали здесь helper и реализовали в предложении where. Она вычисляет первый элемент от первого элемента нашего параметра pp пара пар. То есть функция helper как раз возвращает нам интересующий нас элемент. Ну и дальше функция on обеспечивает суммирование этих элементов. Ну, например, если мы запустим нашу функцию sum first на параметрах p1 и p2, мы получим 4, это сумма, единицы и тройки. То есть наша функция работает, но мы хотели бы не определять именованную функцию. Наша цель научиться использовать лямбда. И мы легко можем здесь написать, заменить helper на лямбду. Следующий пример реализации функции sum first, он как раз показывает, что мы можем вместо того, чтобы поименовать некоторую функцию и реализовать ее в предложении where, мы можем написать функцию, реализовав нашу вспомогательную функцию напрямую здесь в виде лямбда выражения. То есть это функция, которая принимает аргумент пара пар и берет от нее первый элемент от первого элемента.